итак народ всех приветствую на канале занимательное музло сегодня на обзоре студийные релизы метал группы образованы в германии меконг-делта я думаю что многие ждали этого обзора поэтому давайте уже начнем видео говорить о дельте сложно потому что там играло очень много народа кто-то из living dead кто-то из холли моузес то даже из рейдж и хэллоуин были музыканты и что там творилось между ними вообще непонятно мне кажется что это у них был такой чисто проект для себя потому что они подготовленному слушателю воспринимать их материал достаточно трудно дебютный студийник с одноименным названием меконг-делта вышедший 1987 году с непривычки слушать даже немножко больно но оторваться от него сложно так как он реально классный надо сказать что музыканты подошли к написанию музыки очень нестандартно чего только стоит соло в песне за кью да еще ребята сделали попытку заявить о себе как о серьезных академических музыкантах из первого альбома начали исполнять мусоргского как на студийных работах так и на концертах на втором альбоме the music of eric zan 88 года музыканты поднабрали в скорости и вся лютая техника зазвучала сочнее к тому же появилась концептуальность которая завязывает прогрессивный техно-трэш на одноименном рассказе говарда лавкрафта музыка эрика зана и по сути весь альбом это то что играет эрик зан дабы отогнать или впустить в наш мир нечто который откроет бездну и заберет немого музыканта ну и в конце как и положено эрик зан отдает свою жизнь а герой рассказчик убегает с полными штанами ужаса музыканты 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 а вот на третьем альбоме the principle of doubt 89 года концепцию упростили пластинка повествует о лжи и доверии увеличилось количество среднетемповых песен но музыкальные навороты никуда не делись здесь их по-прежнему очень много качество записи на порядок выросло что облегчило восприятие этой работы в сравнении с двумя предыдущими пластинками музыканты чисто субъективно четвертый альбом dance of dead and over walking shadows 1990 года вот это настоящая структурная феерия на мой взгляд круче группа не выдавала и не выдаст уже ничего подобного в одном только первом треке на 19 минут есть абсолютно все акустика рубка соляки и такая витиеватость музыкальных ходов что просто взрывается мозг альбом кавейдоскоп 92 года обманчив от первого трека ждешь трошачка с наворотами и вроде даже получаешь продолжение музыкальной мысли предыдущих альбомов но дальше ничего подобного на втором треке начинается какой-то dream театр там с клавишами и всем подобным третий трек кавер на генезис дальше акустическая тягомотина но радует прочтение танца саблями хачатуряна итог по альбому навороты вроде бы есть но весь задор пропал вместе с 90-м годом и воссоединением германии что-то еще можно услышать в закрывашки альбома но на этом все вижон с фьюджетин с 94 года еще больше отдает dream театром и попытками уйти в какую-то неоклассику по подаче материалов в виде пьесы я его вообще не понимаю если честно он у меня просто не вызывает эмоций не скажу что он плохой наверное просто слушал его не в том настроении pictures at an exhibition 97 года это цельная пьеса за авторством композитора мусоргского все бы ничего но оркестровка синтезаторная я считаю что для записи такого материала группа вполне могла бы посотрудничать с каким-нибудь оркестром в целом местами звучит красиво и любителям но классики должно понравиться следующий студийный альбом лёкин фио вышел только через десять лет в 2007 году звучит он как и все модные юнионы материал интересный только вот есть одно но все участники кроме басиста новые собственно ральф хуберт это единственный человек который был во всех составах дельты я не знаю кому принадлежит авторство композиции хоть и вокал выдержан в той же манере в которой пели вокалисты группы но это не звучит как дельты восьмидесятых и девяностых в ондер of the age of time 2010 года опять собран по принципу пьесы понравились душевные вставки классической гитары в интерлюдиях когда играет группа барабан отдают каким-то изи драймером или любым другим в ст плагином уж очень у них пластмассовый звук сложные структуры есть интересные оригинальные ходы есть но группа совсем уже не злая вот серьезно лишь на за апокалипт world in shat слышны отголоски того что было раньше affection вообще звучит как никельбэк но must take in truth вернул меня в прежнее состояние это уже более-менее похоже на то чего я жду от дельты на финале музыканты показали что могут делать свои фирменные заходы могут когда захотят сильно долго запрягали интерсекшн 12 фире запись типа лучших песен группы актуальным составом я не понимаю зачем это было сделано ведь у группы есть прекрасные ремастера альбомов лучше как по мне слушать их самые злые и сложные песни не сыграли а то что сыграли сыграли медленнее видимо на пенсию пора и на мир урдар при 14 года собран уже по привычной схеме есть прикольные хуковые рифы типа как в песне джейнас консайт вас тоже неплохая с музыкальной точки зрения вещь особенно когда музыканты идут разгон звучит очень неплохо но этот распевный вокал без злости может быть дело в нем может это вообще проблема всей современной дельты ощущение как будто в техно банду которая реально исполняет материал с замахом на академичность поставили какого-нибудь джона банджови который припевает ноты четко и без эмоций мне кажется такая подача просто рубит все на корню это тот вокал от которого хочется спать они трясти головой ну и слишком уж современный характер записи сведения отдает бездушностью и вот буквально недавно вышел tales of a future past сижу с самого утра слушаю звучит вроде нормально тяжело но только он по сути весь среднетемповый на данный момент единственное что зацепило это крутой сломанный риф песни landscape free inherent а трек when all holland is gone это большое разочарование 9 минут заунывной пафосности в медленном темпе за ним следует такой же трек только короткий и в акустике который не только заунывный но еще и скорбный в целом альбом никак не пришелся по душе слушать просто неинтересно подводя итог выскажусь так первые четыре альбома обязательны к прослушиванию если не слышал четвертый то не слышал технопрок трэш вообще он расширяет музыкальный кругозор на раз на этом пожалуй все увидимся на стриме в пятницу и спасибо всем кто смотрит мои видео ставит лайки пишет комментарии и конечно же подписывается на канал а с вами был депрайс пока а